Братские УЗы. На сцене Ледового дворца церемония присвоения звания «Почётный гражданин» за плодотворную государственную и общественную деятельность, особые заслуги в укреплении связей и сотрудничества между Бобруйском и регионами России чествует Анатолия Шкуркова. Благодаря экс-главе городского поселения Нарафа-Минска мы активно взаимодействуем в сферах экономики, культуры, образования и туризма. Эта награда – это не только мне. Поверьте, я буду об этом говорить. Это ваше отношение городской власти вообще к Нарафа-Минску и отношение вообще к России, ко всем россиянам. Большое спасибо. Это большая гордость. Педагог с большой буквы, почётного звания удостаивается и Елена Винглинская. Учитель химии гимназии номер два из года в год приумножает интеллектуальный потенциал города. Её учащиеся многочисленные победители Олимпиад, республиканского и международного уровня. Секрет успеха – собственный пример и безмерная любовь к своему делу. Это очень волнительно, трогательно, почётно. Чувство восторга, наверное, восхищения от того, что я удостоена такого высокого почётного звания, переполняет меня. За весомый вклад в развитие социально-экономической сферы. Звание «Почётный гражданин» присваивают также Раисе Рублевской, директору знаменитого универмага на площади. Благодаря работе с полной отдачей, Бобруйский промторг дважды занесён на республиканскую доску почёта, трижды удостоен высшей награды Министерства антимонопольного регулирования и торговли «Бронзовый Меркурий». Но главная оценка – довольные покупатели. Я благодарна, это вообще ничего не сказать, за такую высокую оценку представителям власти города Бобруйска и депутатскому корпусу за то, что они сломали стереотип торгового работника. Это, наверное, впервые мы смогли достичь такой вот высокой оценки за свой такой скромный вклад в развитие нашего города. Спасибо большое всем. Почётные граждане, гордость и слава Бобруйска. Такого звания удостойны свыше 30 человек – артисты, поэты, военные, преподаватели, медики, общественные деятели. Перечислять можно долго. Люди, которые трудятся, не жалея собственных сил и всем сердцем любят свою малую родину. Ведь им не безразлично и её судьба. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.